Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соблюдение правил торговли на Пионерском проспекте проверили сотрудники управления муниципального контроля. Товары и наружная реклама должна быть внутри торговых павильонов. Реализаторы для привлечения внимания покупателей нередко выносят образцы товаров за границы торговых точек, ограничивая проходы на тротуарах и создавая препоны для движения. На Пионерском проспекте нарушители удивили опытных проверяющих, видевших всякое. Среди нехоженной тропы наспех организован салон красоты. Мастер, по словам девушки, ей 18 лет, без документов, санитарной книжки и разрешения на данный вид деятельности делает временное тату – детям. Девушка от страха или нежелания отвечать перед законом вдруг забыла имя работодателя, все телефоны и даже место прописки и проживания. Защищая свои права, хозяин импровизированного тату-салона записывает разговор с сотрудником администрации на телефон. О правах потребителя на качественные услуги молодой человек не задумывается. Продукты питания, товары и услуги на каждый вид торговли деятельности существуют, свои правила, и каждый предприниматель, начиная вести бизнес, их знает. Но не все исполняют. Качество и выполнение правил контролируют мобильные группы ежедневно. Побывала комиссия на территории детского парка. Сотрудники управления торговли и управления муниципального контроля осуществили общую проверку. Непорядок обнаружили на площадке в самом начале парка. Некто предприимчивый решил сделать здесь автостоянку. Ни о каком благоустройстве, асфальтировании места, парковок, помещения для охранника, шлагбаума, системы видеонаблюдения, ограждения территории, документов новоиспеченные дельцы даже не задумались. Главное – пополнение собственного кармана. Далее внимание проверяющих привлекло кафе под условным названием «Шаурма». Из необходимого оформления документов только приз владельцу кафе как участнику выставки, индивидуальному предпринимателю Армену Бабаяну. Прибывшие на место полицейские составили протокол о нарушении. В кафе к тому же идет торговля спиртным и пивом на розлив, что категорически запрещено без лицензии и вне стационарных точек. На аллеях детского парка рейдовая группа также остановила незаконную торговлю ювелирными изделиями, пункт продажи которых располагался в непосредственной близости от пункта общественной безопасности. Но дежурных на месте не оказалось, и это тоже нарушение. На Малом Утрише в ходе мониторинга выявлено очередное незаконное строительство. В поселке за несколько дней возведен фундамент капитального строения. Документов на землю нет, на кадастровом учете участок не состоит. Незаконное строительство пресекли. В администрации города-курорта оперативно сформировали межведомственную комиссию. Появление комиссии на участке заставило строителей ведущих работы бросить инструменты и убежать в лес, оставив захламленный строительными материалами и мусором участок. На земле 9 капитальных строений, назначение которых легко определить для приема отдыхающих. Табличка на одном из зданий свидетельствует, что это учебно-оздоровительный центр Анапского городского казачьего общества. Сейчас устанавливается личность того, кто руководил самовольным захватом и незаконным строительством на земельном участке, не стоящем на кадастровом учете, следовательно, не имеющем официального собственника. Пакет материалов, подготовленный сотрудниками муниципального контроля администрации города-курорта Анапа, отправлен в Анапскую межрайонную прокуратуру для принятия мер реагирования. В сквере на улице Протапова, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны властей города, предприниматели самовольно устанавливают детские аттракционы. На собственника детского счастья специалисты управления муниципального контроля неоднократно составляли административные материалы. Штрафы нарушителя не испугали, батуты установил снова. Теперь собственник аттракционов ждет более серьезное наказание. Объекты демонтируют и вывезут на площадку хранения. Если собственник предоставит подтверждающие документы, то имущество, конечно, вернут. Если в течение шести месяцев этого не произойдет, их утилизируют. Многих жителей и гостей города приводят детей на батуты и не знают, что они незаконно установлены. И в случае травмирования даже претензии предъявить будет некому. Дорога стала короче, город доступнее. Километровые пробки на въезде в город устранены. Все дело в новой разметке в верхней дороге от улицы Северной до Санатория Россиянка. На этой неделе наша съемочная группа убедилась, попасть в город стало действительно проще. Совсем недавно этот участок дороги заставлял водителей и пассажиров запастись недюжинным терпением, чтобы отстоять в пробке на въезде в город час-полтора. Теперь расстояние Чембургского кольца до въезда в город на перекрестке трассы с улицы Северной машины преодолевают в считанные минуты. Разметка изменена таким образом. Полоса обгона от Чембургского кольца до въезда в город превратилась в самостоятельную вторую параллельную полосу движения. И так она продолжается в городе по улице Крестьянской и далее на Анапском шоссе. Как отмечают водители, новая разметка позволила избавиться от многочасовых заторов и большой плюс, что эту часть трассы разгрузили летом. В течение часа пассажира сотрудники железнодорожного вокзала и транспортной полиции рассказали о новинках в системе транспортных пассажирских перевозок. Встреча прошла на железнодорожном вокзале Анапа на этой неделе. Социальная профилактическая акция в здании железнодорожного вокзала проходит ежегодно. Статус федерального детского курорта обязывает постоянно повышать уровень безопасности. На вопросы жителей и гостей курорта ответил начальник железнодорожного вокзала, представители общественного совета и правоохранительных органов. На все вопросы жители и гости курорта получили подробные ответы, в том числе об установке эскалаторов в здании вокзала. В скором времени он будет. Волонтеры также приняли участие в подготовке и проведении акции, изучили общественное мнение, провели опрос среди пассажиров, как бы им хотелось улучшить условия поездок. Комфортное и безопасное передвижение пассажиров – главное направление в работе сотрудников железнодорожного вокзала. Для улучшения качества здесь учитывают мнение каждого. Подведены итоги чемпионата МВД России по преодолению препятствий со стрельбой. Соревновались 28 команд участниц, 26 – представители Кубани и две команды гостей Воронежского института МВД и управления МВД по Владимирской области. В командном зачете в первой группе третье место заняла команда из Крымска. Серебряные медали у команды Анапы. Высшую ступеньку педестала заняла команда из Краснодара. По результатам личного первенства по преодолению полосы препятствий со стрельбой бронзовым принзером стал Тимур Исаев из станицы Канеской. Второе и первое место заняли полицейские из Краснодара Александр Бондаренко и Рустем Бекиров. Все команды победителей награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами. 8 июля – День памяти Петра и Февронии, святых покровителей супружества. И в этот же день православные верующие отметили День семьи, любви и верности. В Анапе образцовывая семьи наградили на верность, многолетнюю любовь и преданность в отделе ЗАГС. Гимн празднику исполнили супруги Цыганок с разными юбилеями. От Ситцевой до Золотой свадьбы семь семейных пар поздравили руководителя отдела ЗАГС Галина Никитенко. С государственным праздником семь самых ярких пар курорта поздравила заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова. Передала поздравительные адреса юбилярам от губернатора Кубани Александра Ткачева и главы города Сергея Сергеева. Общественные медали за любовь, преданность и верность получили две семьи. Каждое поздравление, цветы и вновь счастье быть рядом с любимым и самым дорогим человеком. И в этот же день 8 июля на театральной площади прошел праздничный концерт под названием День семьи, любви и верности. Праздник начался со звоном колоколов. Гостям напомнили историю любви муромского князя Петра и его жены Февронии, которые жили в 13 веке и стали образцами супружеской верности и взаимной любви еще при жизни. По легенде они умерли в один день. День святых Петра и Февронии жители и гости города поздравил настоятель Свято-Ануфрийского храма Протеерей Виктор. Музыкальные поздравления прозвучали от творческих коллективов Анапы, а также от приглашенной из Краснодара народной артистки России Раисы Гончаровой и вокально-хореографического ансамбля «Родник». 3-1 с таким счетом завершилась встреча двух футбольных команд Анапы. Анапа, Понто сыграли на стадионе Сила Витязева. Игру провели в рамках открытого чемпионата Краснодарского края по футболу. С первых минут матча футболисты дали понять – победу будут отстаивать серьезно. Счет открыл Евгений Муравский, игрок футбольного клуба Анапа на 34-й минуте, забив с назначенного пенальти. Чуть позже команде Понтос удалось сравнять счет, но к концу первого тайма мяч еще раз оказался в воротах Витязевской команды. Итог встречи 3-1 в пользу городского клуба. В результате встречи команда Анапа заработала 19 очков и четвертую позицию в турнирной таблице. Еще один матч прошел на стадионе Спартак. В 1-4 кубка Краснодарского края сыграли футбольные клубы Анапа и Сочи. А напчане? А напчане выиграли со счетом 3-1 и прошли в полуфинал Кубка Кубани. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Многофункциональная площадка на улице Ленина временно ушла в отпуск, на ремонт. В городском театре подвели итоги фестиваля «Море вдохновения театр». В здании законодательного собрания края работу лучших журналистов Кубани отметили премиями и ценными подарками. Сейчас обо всем подробнее. Контрафактный алкоголь под сражайшим запретом. На курорте продолжаются рейдовые мероприятия по пресечению торговли фальсификатом. Как показывает практика, самое действенное наказание для торговцев суррогатом – даже не штраф, а изъятие продукции. Очередной выезд комиссии, в составе которой сотрудники полиции, краевой и анапской администрации – Витязева. Это мекка для тысяч туристов со всей России, а для предпринимателей неплохая возможность заработать в летний сезон. Вот только не всегда на честном бизнесе, иногда на здоровье людей. То ли магазин, то ли рюмочная. В торговом зале столики и стойки запах спирта. А на прилавках – бочки и тетропаки с наименованием жидкого товара и ценниками. Яркое свидетельство того, что товар готов к реализации. Однако хозяин точки с наглой ухмылкой доказывает – магазин закрыт. Паленкой он не торгует. Якобы ждет оформление лицензии. А алкоголь на прилавках – с прошлого года. Покажите документ на тот товар, который находится у вас. Это у нас с прошлого года товар. С прошлого года покажите документ. С прошлого года я не знаю, куда мы его положили, я не знаю. Для проверяющих такие оправдания – не аргумент. Комиссия требует документы. На торговую точку и представленный товар. Ни того, ни другого у хозяина заведения нет. Как и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Полный набор нарушений. Итог один – составление протокола и изъятие продукции. 540 литров фальсификата. Еще одну тонну 280 литров паленого вина и коньяка комиссия изъяла в соседнем ролете. Борьба с контрафактным алкоголем на курорте не останавливается. И главный ее эффект даже не экономический, а социальный. В Краснодарском крае в этом году суррогат уже унес 91 жизнь. Поэтому важность этой работы не вызывает сомнений. Ее промежуточные результаты обсудили на заседании межведомственной комиссии, которое прошло в режиме видеоселектора. В борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции Анапа была названа в числе лидеров. Только за один летний месяц на курорте проведено свыше тысячи рейдовых мероприятий. Изъято почти 40 тонн суррогата. Одной из тем краевого заседания стали изменения в законодательстве о розничной торговле алкогольной продукции. Отныне закон запрещает разливать алкоголь в потребительскую тару, а также размещать в одном торговом зале объекты общественного питания и розничной торговли спиртным. Глава курорта Сергей Сергеев поручил провести обучающие занятия со специалистами, которые входят в состав рейдовых групп. По изменению законодательства о розничной торговле в краевом надо провести семинарские занятия. В следующем разводе я у старшей группы спрошу, чтобы мне было рассказать. Как розничная продажа осуществляется? Можно в бутылке наливать? Нельзя на вынос? И так далее. Многофункциональная детская площадка во дворе многоэтажек по улице Ленина временно не работает. Причина в ремонте. Что именно ремонтируют и когда обновленную площадку можно будет использовать по назначению, выясняла наша съемочная группа. Дети из соседних дворов вместе со взрослыми ремонтируют многофункциональную площадку, подметают, обновляют разметку на поле, красят футбольные ворота, забор. Такой совместный труд впервые применяют на этой площадке. Непосредственно на эту площадку решили восстановить первой, потому что здесь работает наш спортинструктор по оказанию услуг населению, спортивных услуг, организация спортивных мероприятий, спортивно-массовых мероприятий на данной площадке. А всего два месяца назад площадка считалась травмоопасной. Из-за дырок в заборе мяч вылетал на дорогу. Играть в футбол без сетки на воротах детям неинтересно. Благоустроенная площадка необходима для досуга ребят. Здесь проводят занятия с детьми волонтеры из молодежного центра 21 век. Специалисты центра тоже помогают в ремонте. Чтобы детям было весело играть на новой площадке. Сами тут проводим турниры между работниками 21 века. Ребята сами ремонтируют спортивную площадку, на которой проводят все свободное время. Работают на совесть, стараются для себя и для своих друзей. Площадке очень много лет, и она уже краска все стерлась, сетки порвались. И поэтому хотим, чтобы площадка была аккуратная, хорошая. Я хожу сюда играть в футбол, волейбол, баскетбол. Летом появился у нас прекрасный учитель, который судирует нас. Он устраивает много мероприятий, соревнований. И нам весело. На площадке дети играют в подвижные игры. Волейбол, футбол, пионербол, бегают, прыгают. Здесь проводят шахматно-шашечные турниры, двоеборья, веселые старты. Безопасность юных спортсменов превыше всего. Этим летом на площадках работают инструкторы, которые помогают детям осваивать новые игры, выдают инвентарь. И, конечно, они главные судьи всех игр. Наша основная задача – начать как можно больше привлекать сюда все слои населения. Не только детей, но и средний возраст, и даже взрослых. Иногда даже и семьи приходят сюда с детьми, с маленькими. После того, как мы эту площадку сейчас приводим в порядок, заметно с каждым днем становится приход все больше и больше детей. Не только наших местных, но и приезжих и отдыхающих. Занятия спортом проходят намного приятнее и безопаснее на благоустроенной площадке. Опыт совместной работы детей и взрослых. Продуктивный. В скором времени такие ремонтные акции пройдут на всех многофункциональных площадках города и сельских округов. Море вдохновения театр. В городском театре прошла церемония закрытия 37-го международного фестиваля конкурса детских, юношеских, взрослых и профессиональных коллективов. Фестиваль организован в рамках международного конкурса творчества «Берега надежды». С 8 по 10 июля начинающие артисты демонстрировали свои умения и мастерство. А на галоконцерте конкурсанты получили заслуженные награды. Участники вокальных хореографических коллективов, руководители творческих мастерских, взволнованные родители, все в ожидании результатов. За несколько дней фестиваля ребята показали себя во всей красе, пели, танцевали, актерствовали. Перед жюри стоял сложный выбор – отметить лучших из лучших. Очень приятно замечать то, что каждый раз на каждом конкурсе, особенно дети, все смелее, быстрее и быстрее осваивают эту, если хотите, трудно назвать профессией, но этот образ жизни, который называется сцена. Ежегодный фестиваль-конкурс «Море вдохновения» театр включает несколько номинаций – театр, художественное слово, хореография, инструментальный жанр и вокальное исполнительство, академический народный вокал. Одной из лучших в исполнении народных песен стала Дарья Голованова. Получила диплом лауреата первой степени и кубок. В Анапу приехали более 200 человек – самостоятельных коллективов и отдельных исполнителей из разных областей России, а также гости из Республики Беларусь. Участникам вручили дипломы, сувениры и денежные премии. Надо хорошо спеть, улыбаться и не стесняться. Мне кажется, чтобы это приносило тебе удовольствие. И мне это нравится. Улыбаться и пить. В Анапу приехали и опытные артисты, за плечами которых не один конкурс и новички. Интересно всем. В этом уникальность конкурса. Шанс победить есть даже у самых юных дебютантов. В этом конкурсе для малышей выиграть нужно. Это самое главное. На фестивале проходит обмен опытом и достижениями между творческими коллективами из разных городов и стран. Маргарита Черникова лауреат фестиваля. Участвует восьмой раз. Знает, что может помешать на пути к победе и что обязательно высоко оценят строгие судьи. Наверное, просто волнение на сцене. И, может быть, надо двигаться хорошо. Это влияет очень на цену. Участники не выходят из образа ни на минуту, создавая в зале атмосферу праздника. Победители фестиваля знают. Этот конкурс – очередная взятая высота на пути к большой карьере на большой сцене. 10 июля в зале ЗСК наградили победители творческих конкурсов среди районных и городских СМИ. В этом году экспертное жюри конкурса оценивало более ста журналистских работ. Победители в номинациях конкурса наградили дипломами, ценными подарками и денежными премиями. Отметили телевизионные сюжеты, радиопередачи и газетные статьи, в которых в полной мере мастер-опера осветили жизнь районов, сельских тружеников и достижения местных предприятий и компаний. Значение слова и влияние журналистского мастерства подчеркнул Владимир Бегетов на торжественной церемонии. За эти годы в международной информации депутатами законодательного собрания края сложился настоящий творческий союз. Мы работаем сообща, делаем одно общее дело. У нас есть общие цели и задачи процветания Кубани в лучшую штуку. Именно следствием массовой информации в ОМОТе должны являться одной площадкой, где подобные очистно значимые вопросы будут проходить тубличное обсуждение. В нашем крае политико-информационная открытость – один из важнейших принципов работы органов государственной и муниципальной власти. Мы стараемся массово и широко знакомить людей с наиболее значимыми зимой проектами и решениями. Я хочу пожелать вам таких творческих достижений, чтобы каждое ваше слово граждану людей потребно сделать окружающим мир лучше. К моему пору поддерживаются ваши инициативы, которые будут объединять людей на твои дела. От имени депутатов Законодательного сохранения края выражаю благодарность всем участникам урожеских конкурсов. Желаю интересных идей и проектов, которые выводятся в конкретные дела. Пусть профессиональная честность и гражданский долг всегда останутся главными принципами ваших. Отмечено, с каждым годом участников конкурсов ЗСК становится все больше. После награждения победителей ежегодного конкурса «Золотой фонд» кубанской журналистики аккумулировался у входа в здание ЗСК для совместного фото на память. А мы переходим к другим темам. 11 июля – пик лета и курортного сезона. На пляжах Анапы традиционно яблоко упасть негде. Отдыхают на море анапчане и гости курорта. Отдыхать умеют все, а позаботиться о собственной безопасности немногие. Мы решили открыть рубрику о правилах поведения на воде и у воды. Совместно со спасателями городу-курорта расскажем о подводных течениях и особенностях отдыха на пляжах. Море летом таит в себе в море соблазнов. Поплавать в шторм, прыгнуть в воду с пирса или причала – и все эти геройства на фоне выпитого спиртного. Таких ошибок море не прощает. Следует отметить, что за 2013 год в Российской Федерации общее число погибших людей составило в дорожно-транспортных происшествиях 30 тысяч, на водных объектах 18-20 тысяч и примерно столько же погибло при пожарах. В настоящий момент в границах муниципального образования уже зарегистрировано одномоментно находящихся прибывших людей более 200 тысяч. Если их сложить еще с 70 тысячами местного населения, то цифра подходит к 400 тысячам одновременно находящихся людей в границах нашего муниципального образования. Естественно, антропогенная нагрузка на все службы, в том числе и на службы спасения, увеличивает более чем в два раза. На наиболее сложный для нас момент это состояние безопасности на водных объектах и состояние противопожарной безопасности на ландшафтах и в лесной местности. Остановлюсь на водных объектах. Основными причинами гибели людей являются, первое, это купание в алкогольном опьянении, что составляет примерно 70-80% от всех случаев. Следующий момент это невыполнение требований спасателей при введении штормовых ограничений. Купание в шторм и во время самого грозного нашего явления это донного течения или, как в простонародье его называют, тягуны. На оборудованных пляжах Анапы на спецпостах дежурят спасатели и медработники. О запрете купания отдыхающим на пляже сообщают по громкоговорящей связи. Самые внимательные умеют читать сигналы. Желтый флаг, установленный на посту, как зеленый сигнал светофора на плавании в море. Черный шар – спутник штормового предупреждения или шторма. Купание категорически запрещено, причем полный штиль у берегов еще не гарант, что через 15 минут высота волн не достигнет критических штормовых показателей. Основные правила безопасного поведения на воде все знают с детства. Спасатели напоминают, прыгать в воду с причала категорически запрещено. Спиртные напитки и купание несовместимы. Почувствовав усталость или переохлаждение, пловцу необходимо немедленно вернуться на берег. Причем в воде можно отдохнуть, повернувшись на спину. Купаться на надувных матрасах небезопасно. Мы обратили внимание на то, что люди, которые особенно первый раз появляются на море, у них резко утрачивается инстинкт самосохранения. Поэтому они пренебрегают всеми требованиями безопасности и не выполняют элементарных требований, которые звучат из «Ду спасателей». Все это накладывается на то, что в конечном итоге приходится реагировать службам спасения. Если они успевают реагировать, нет, мы имеем несчастный случай. Призыв о помощи, понятный всем и спасателям, и коллегам, отдыхающим на берегу, поднятая вверх рука. И еще одно напоминание. Чтобы отдых был в радость, а отпуск счастливым, не оставляйте детей без присмотра. А если вдруг понадобилась профессиональная помощь спасателей, вызывайте по номеру 112 с мобильного телефона. Телефон единой диспетчерской службы 32094 и 051 с мобильного. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазин изделий с камней самоцветов «Тайной медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайной медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Суббота, 12 июля в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха днем 28-31, ночью до плюс 23 градусов по Цельсию. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 750 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 23 градуса тепла. В воскресенье 13 июля в Анапе будет пасмурно, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 27-29, ночью около плюс 24 градусов по Цельсию. Ветер переменный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 23 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Срок сдачи – первый квартал 2015 года.